Универсальное тесто. Из него можно приготовить все, что угодно, и будет очень вкусно. Хоть пасту, хоть лазанью, хоть равиоли. Ну а мы нарежем сегодня из него фетучини, сформируем гнездышки и приготовим. Поможет мне в этом планетарный миксер, поэтому устанавливаю на него крюк для замешивания теста. 375 грамм муки высшего сорта. В нее добавляю 125 грамм муки твердых сортов. Семола еще называется она. С желтоватого оттенка. Перегружаю в чашу миксера. 4 куриных яйца. Щепотка соли. Пару столовых ложек оливкового масла. Одну сейчас. И вторую в конце замешивания, чтобы тесто стало более эластичным. Одну-две столовых ложки либо воды, либо белого вина. Я добавлю столовую ложку коньяка. Ну и замешиваем крутое тесто. Тесто заворачиваю в пленку. И в холодильник минимум на 30 минут. А лучше, конечно, на 2 часа или на ночь. Также можно убрать его в морозилку и в любое время достать, положить в холодильник, разморозить. И готовить все, что душе угодно. Нарезаю на небольшие куски. Присыпаю немного мукой. На миксер устанавливаю раскатку для теста. На второй скорости. Сначала раскатываю на восьмерке. Это самый толстый. И постепенно уменьшаю. Через один перескакиваю. Четверка. Ну и единица предпоследняя. Меняю насадку. И нарезаю фетучини. Формирую гнездышки. Готовые гнезда можно хранить в морозилке. Либо подсушить, как сделаю я. Загружаю в мультипечь. Режим дегидратор. При 65 градусах. Ну где-то минут 30. Там посмотрим. 30 минут на противне гнезда. И потом я их переложил на решетку. И забыл на полтора часа. Занимался тестом. Все отлично просушилось. Начинаю собирать блюда. Первым слоем идет подушка. Лук и морковь. Обжаренные на растительном масле. И плюс 2 столовых ложки сметаны. Распределяю равномерно. Раскладываю гнезда. Все-таки решил положить под каждое гнездо кругляш помидора. У меня замороженные. Ну и в каждое гнездо шарик из фарша. Он у меня уже с луком, с перцем, с солью. Так что просто раскладываю и все. Ну и для нажористости еще шарики фарша между гнездами раскидаю. Будет посытнее. Все равно место есть. Почему бы и нет. Также кусочки, оставшиеся от помидора. Совсем чуть-чуть оливкового масла. Немного прованских трав. Черного свежемолотого перца. И так как у нас все уже здесь в принципе соленое. Просто чуть-чуть для себя добавлю щепотку соли. Аккуратно заливаю воду, чтобы покрыло гнезда. Отправляю в мультипечь. Верхний и нижний нагрев. Ставлю один час, потому что уже проверено. Там смысл в чем. Сейчас объясню. 200 градусов. Пошел нагрев. В общем, тут нужно дать, чтобы вода закипела в противне. У меня на это выходит 30 минут. Потом 25 минут готовки. Посыпаю сыром и еще 5 минут. Так и получается час. Делаю сырные шапки. И продолжаем готовить еще 5 минут. Ну и к такой красоте немного зеленого лучка. Осталось дело за малым. Перекусить. Ну и как вам такое? Аппетитно? Еще бы! Домашняя лапшичка. Объедение. По поводу теста для лапши. Ну оно должно быть такое вот, как пельменное упругое. Даже чуть побольше можно. Мука у всех разная. Ну и опять же, если муки из твердых сортов нет, можно делать из обычной. Я делал просто вместо 4 яиц, по-моему, 2 яйца и 3 желтка от яйца. Тоже получается желтоватая такая лапшичка. А фарш какой вкуснющий! Вчера готовил тоже на планетарнике. День пельменей был. И котлет. Затаривали морозилку. Полуфабрикатами. Хорошо, когда свое. И когда все есть. Достал, приготовил. Никуда не нужно бежать. Ну и, конечно, намного вкуснее. Что я вам объясняю? Все очень вкусно. Так что подписывайтесь на каналы, кто еще не подписан, на YouTube, на Яндекс.Дзене. Будет много всего интересного. Всем приятного аппетита! Пока! Домашняя лапша. Вкус олива, что там присутствует. Прованских трав. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...